что с вами немножечко сейчас поболтать а точнее даже показать что у нас происходит на улице сегодня у нас были планы нам нужно было с коленкой сходить съездить в два места но мы сегодня целый день будем сидеть дома у нас похолодание лужи и дождик иногда моросит поэтому смысла нет куда-то идти такое вот небо серое уныло и в общем по всей видимости если у нас не обманю не обманывает гис метео такая погода будет всю неделю прям знаете вот воздух сегодня вот почувствовала первый раз осенний воздух прям пахнет осенью холодом вы знаете мне нравится этот воздух я вот наверное то ли соскучилась то ли что прям вот здорово так что так ну ничего значит будем делать домашние дела сейчас тогда пойду что-нибудь вкусненького приготовлю испеку чего-нибудь и тут у нас на балконе я вам говорила кабинет не кабинет у меня купила калюнки так и учимся читать вроде как она называется ну это он у меня не разукрашивал это он проверял тестировал а знаете такой маркер есть которым на как же он называется но он не текстовый делитель но похож на него в общем и вот этим маркером на доске можно рисовать это он типа у меня тестировал посмотри а это я думала что это калюнка накалякал нет это так задумала было так что смотрите сколько много я даже не видела что он у меня тут раскалякал все картинки да ну ладно вот фломастеры которых каляки-маляки покупали вот я тут тоже иногда сижу я правда свои рабочие тетради блокноты все убрала вот тут надо это постелить хочу скатерть какую-нибудь купить красиво и будет здесь здорово прямо рядом с окошком вы представляете курит кто-то я не знаю то ли сверху то ли что потом просыпаешься если окно вот открыто получается вот так вот до сеткой на ночь оставляем если душно потом прихожу открываю тут окурки валяются табак сигаретный как вы там называют я забыла вот ну в общем-то это вот все надо мы до не обращаем внимание на окна окна грязные потому что мне еще до них руки не дошли пока точнее у меня до балкона в принципе руки не дошли вот потихоньку убираемся тут у бабушки что-то где-то и труднодоступных мест очень много куда пожилой человек но физически не может дотянуться ну и так в целом чтобы все чистенько было практически везде уже убрались осталось у меня немножко прихожки там зеркало огроменное просто шкафу на все двери от потолка до пола поэтому надо умудриться и его еще помыть и вот балкон получается остается у меня так относительно да кстати мне все время интересовал вопрос как эти мечи попадает на крышу потому что их там поверьте очень много это сколько вам два видно вон там еще третий виден вон там вот кусочек четвертого видите как зелененький я вообще не знаю как они туда или это бутылка а нет это бутылка да наверное кидают как-то вверх и вот представляете сколько там уже мечей валяется мне прямо жалко но все мои хорошие пойду работать может быть на кухне что-нибудь вам еще поснимаю вот так вот я располагаюсь на кухне чтобы у меня как-то и процесс веселее шел потому что когда я начинаю готовить вкусняшки как-то узнаете все равно да несмотря на то что и мы постоянно ходим по два раза на дню куда-то ездим посещаем какие-то места делаем свои дела а все равно меня здесь как-то получается побольше что ли свободного времени чем дома потому что дома конечно дело у меня побольше и поэтому я могу на кухне и два часа провисеть и как вы заметили наверное в кулинарный богом последний время много у меня получается выпечки ну конечно не каждый день я занимаюсь выпечкой но где-то через день через два то есть пока вот мы съедим у меня даже знаете как бывает два вида выпечки то есть что-то например сладкое к чаю я могу приготовить какой-то пирог да или тортик там блинчики что-то такое и например пирог с капустой или там чебуреки с мясом то есть сладкая выпечка и какая-то соленая даже бывает и такое вот вот буквально на днях у нас собственно это и было вот поэтому чтобы мне например эти два часа было веселее я беру компьютер как я вам говорила во влоге кто меня смотрел я видео когда вот у меня безлимитка была сим-карта у меня уже все закончилось без левитка интернет а я закачивала видео с ютюба тех блогеров которых я люблю которых я смотрю в общем меня много видео я закачала потому что я несколько дней просыпалась получается например ставила будильник там на два на пол третьего утра и практически до 6 утра я закачивала видео потому что процесс долгий знаете бывает компьютер глючит бывает скорость падает ну в общем это все долгая песня но зато практически все закачала что я хотела очень довольна поэтому вот я включаю и смотрю себе спокойненько различные видюшки но по крайней мере если даже не смотрю то одним глазом просматриваю и обоими обе и обоими до ушами слушаю так что вот так мои хорошие сейчас у меня какие планы сейчас я хочу творить макарошки у меня есть тушеные овощи ну овощную рагу попросту говоря к ним хочу макарошки потому что люблю тоже это сочетание с кабачками когда макарошки с кабачками очень здорово сочетаются и достала из морозилки курочку сейчас у меня стоит размораживается наверное ну скорее всего я да я протушу то есть я сделаю прям с подливкой чтобы кусочки курицы были в подливе чтобы можно было налить и как вместе с макарошками поесть так и с овощами так и все вместе ну в общем как-то так и выпечка конечно же тортик у меня сегодня колюнька с утра доел кашу мы не ели решили что такое сладенькое поездить хочу наверное пирог зебру испечь потому что здесь я не пекла также у меня есть несколько яблок они уже начинают портиться и хочу приготовить скорее всего повидло да и уйдет совсем немножечко получится но это не на зиму это знаете как пирог не хочется почему-то вот с яблоками а повидло у меня например пошло бы на другой пирог который между прочим вы запрашивали рецептик там необходимо или повидло или варенье ну в общем вот такие вот дела сейчас время пятый час 20 минут пятого и потом я вам покажу до сколько до скольки я проторчу хочу вам показать макарошки купила я в пятерочке как-то вот случайно проходила мимо не было у меня в планах покупать макарошки смотрите здесь 300 грамм вот тут написано аль денте 12 минут и 14 минут обычная варка и вот посмотрите какая прелесть они в виде булковок посмотрите как красиво сделаны вообще красота только я не понимаю это по всей видимости это английский алфавит ну в общем посмотрим классные макароны конечно же покупала я их колюшки потому что мне знаете постольку постольку сегодня хвалить не буду просто вам показала цена их где-то рублей 38 по моему вот за 300 грамм ну да да латинский алфавит потому что видите буковки держат ребятам в общем я думаю будут здоровские потому что это итальянские макарошки поэтому будут отличные я вам говорила что собираюсь сделать повидло или варенье из яблок да просто вот сейчас поесть или на пирог вообще здесь у меня пять яблок здесь у меня очистки которые тоже пойдут на вот это вот повидло и просто потех потом хочу вам показать в результате сколько получится когда все это дело уварится а сколько получится у нас повидло 5 яблок так ну вот смотрите сколько время в общем то все готовки уже закончились единственное у меня пирог сейчас остынет потом я его достану так ну давайте покажу что за это время я успела наготовить пирог макарошки отварила рожки здесь у меня как я говорила подлеска с курочкой к сожалению сейчас рядом нету у меня помешать чем здесь курица лук чеснок и болгарский перчик а и паста перец горошком черный соль ну собственно все вот такая вкуснятина получилось и варенье вот смотрите из 5 яблок но сразу скажу яблоки у меня были такие выше среднего как я считаю то есть не сказать что прям сильно крупный но крупного ты из 5 яблок у меня получилось два таких вот контейнера вот к сожалению объем контейнера я вам тоже сказать не могу ну принципе не сильно маленький он а хотя давайте посмотрим китчен нет здесь нам ничего не указывают но они конечно не полные вот видите сколько еще не хватает но я считаю из 5 яблок классно повидло хороший рецепт новый я заодно попробовала возможно на зиму закатаю баночки если интересно в общем напишите тогда и для вас конечно же тоже я сниму рецепт единственное что я хотела по своему желанию добавить корицу я забыла ну а здесь вода яблоки сахар и лимонка в общем то все очень вкусно получилось прям смотрите желеобразное красивое повидло вот смотрите мои хорошие такой пирог у меня получился он очень сильно поднялся прям я даже не ожидала вообще первоначально я планировала готовить зебру и в общем то тесто я разделила на две части в одну добавила какао но он получился как шоколадный по той причине что какао у меня гарнулированный и он не растворился в тесте и поэтому как бы он не дал такого цвета поэтому получается у меня все воедино слилось ну от этого пирог мой не стал менее вкусным можно разрезать на 2 а можно даже на 3 тоненьких коржика и чем-нибудь промазать но мы решили так не делать потому что у нас повидло который я уже испробовала с этим пирогом и получилось очень очень вкусно да это я дырку тут сделала проверяла поэтому вот сколько я времени потратила сегодня но за это время я успела и свои дела поделать я и колю покормила и бабушку и дома пропылесосила и в общем и уже успела зале полежать и видео в общем посмотреть поэтому это два часа не только на готовку но и на другие домашние дела потратила с пользой для себя и для своих близких людей я возможно выпущу новую рубрику под названием влог на кухне буду снимать вам что я готовлю что делаю что то вам рассказывать и напишите пожалуйста как вам вообще вот эта вот идея в общем то мне нравится я такого вроде как ни у кого не видела но мне бы было интересно понаблюдать что готовит человек там даже как как он готовит тоже можно вот это вот поснимать ну и просто различные болтушечки может быть советы идеи всем всего самого хорошего отличного вам настроения и солнышко над головой всем пока пока